Под стражей меня содержат в течение 10 лет. Задержали в 2003 году. Осудили в 2006 году по жизненному лишению свободы. Второй судебный процесс. Провел городской московский суд в 2012 году, где переговорили к 15 годам. Тем самым подтвердили пожизненное лишение свободы. Я сам пребывал на Полярных Сарехах. Ямал-немецкий обруг. Сам там какое-то время пребывал. Слышал тоже, что вы там тоже сидели. Когда ты попал туда, Владимир Иванович? И какие, в принципе, там традиции, обычаи, еще что-то вот так можешь вспомнить? Этапировали поселок Карп в ИГУ-ВК-18. В 2008 году, в феврале. Где вы говорили, на время карантина, в картерное помещение. В котором температура воздуха не превышает плюс 5-6 градусов. А как вы это узнали? Как определил температуру? Пара изо рта. При этом, верхнюю одежду, пушлатый головной убор и обувь изымают. Заключенные остаются в капочках и в тонком белье. Ну, я сам был тоже в этих условиях, примерно, представляю. То же самое ужасное, что на Харпе может быть, это, в принципе, холод. И вот в июне я уезжал с Харпа, вы, по-моему, тоже там был, снег еще лежал. 17 июня, в 2015 году, меня этапировали в город Москву. Все ходили в кушалках. И лежал снег? Лежал снег. Понял. Хотя год удался. Теплый. Жаркий. В Москве было до 30 градусов. Какие-то должностные преступления и правомочные действия сотрудников колонии при вас были свидетельны? В первые дни моего нахождения в колонии ИК-18 поселка Харпе меня вывели из красного помещения в кабинет старшего оперуполномоченного Юрия Петровича Сандрыгина, который мне сделал предложение о написании явок с повинной, о преступлениях, которые они совершались. Я отказался. Для подтверждения своих слов он привел пример, что происходит с заключенными, которые отказываются писать явки с повинной, о которых он принуждает. Угу, может подозречь. Привел пример до смерти забитого резиновыми палками заключенного Алмазова, которого после избиения повесили в канцерном помещении. Ну, я тоже слышал об этом от Абрамовича, от Саши Абрамовича. Так, вот я слышал от Геннадия Зарикова, еще от кого-то не помню, по поводу избиений 1 апреля 2009-го, 2008-го, 2008-го года двухцыгантов и дагестанца чемпионов мира Кубайм без правил. Может, вот тоже ты подскажешь. В это время я находил, я содержался в камере 135. Те люди, которые находились, о которых вы говорите, находились в камере 134. И я слышал, как их избивали. Я слышал истошные крики и мольбой о пощаде своих мучителей. А вас, Владимир Иванович, конкретно несколько раз, сколько раз били? И били ли вообще? Меня избивали трижды. Первые два раза по указанию старшего домомоночного сотрудника. Избивал пропорщик за Дашу. Третий же раз меня избили в начале февраля 2009 года, когда приехали сотрудники ФСБ из города Москва. И им потребовались лжесвидетельские показания о убийстве лаборатором Магаданской области Цветкова. Надеюсь, вы слышали это резонансы. Резонанс назвал, да. Слышно. И вот этот третий раз, то есть я насчет не он наслышан, а именно про него можно по-конкретней как раз к суду ты готовился при меня, Владимир Иванович. Скажи, пожалуйста. Что по-конкретней можно сказать об этом уголовном деле? Практически все дело сфабриковано. Хотя и времени на него было следствием потрачено довольно-таки достаточно. В чем предъявлялось не обвинение, это на показаниях основывалось на яхте с половиной, на лжер яхте с половиной, которые принуждали меня. Смотрите. То есть третий раз когда себя избили? Об этом и говорю. Расскажут подробнее, пожалуйста. 3 февраля 2009 года из каждого помещения меня вывели в кабинет оперуполномочного сандрыкина. Где находились два сотрудника ФСБ с вороной Москвы. Они задавали мне вопросы о убийстве Циткова губернатора Магаданской области. Губернатором Магаданской области. О котором я ничего не знал и знать не мог. Так как никакого отношения к преступлению не имел. На второй день 4 февраля разговор возобновился. Но не удовлетворившись моим ответом что я на самом деле не знаю вывести губернатора Циткова. Они удалились. В сопровождении оперуполномочного сандрыкина еще пятерых сотрудников ФСИНА сотрудников ИК 18 Меня завели в классную комнату в помещение классной комнаты где бросили на лавку лицо вниз при этом мои руки были застегнуты в наручнике за спиной. Такая практикуется на харпах. Эта процедура производится над каждым заключенным. Происходит таким образом сотрудник сел мне на голову взял мои руки за наручники прикинул их в вертикальное положение. Второй сотрудник сел у меня на ноги. Двое сотрудников встав по бокам стали сбивать меня резиновыми палками. после того как они уже устали присоединился пятый сотрудник который намотал мне на руки металлические провода и подключил электроток. Электроток? Электроток. То есть пытали электротоком как когда-то во второй мировую войну немцы партизаны. Вы точны. Как дальше продолжаете вот эти моменты? Это все добавилось несколько раз. На протяжении получаса может быть и больше. Я как таково время сам оценивать не мог. Но в последующем после того когда пытки и истязательства прекратились меня выдворили в камеру номер 135 где содержался заключенный Каримов Михаил Анатольевич 1962 года рождения 63 он мне сказал о времени издевательства надо мной 20 минут 20 минут если быть точно и о том и самые первые слова у него были что благодарю Господа давшего мне крепкое сердце в обратном бы я остался мертвым на лавке и был бы повешен в карцере как это и делалось с предыдущими землями Владимир Иванович я как понимаю он тоже слышал крики поскольку я даже присутствовал как бы при этом точнее слышал не раз когда производится там практикуются вот такие действия сотрудниками и слышно крики истязаемых на весь продол вот и я как понимаю что и Каримов это слышал я как понимаю что в принципе я но от людей тоже слышал про как раз этот случай в феврале 2009 если быть точнее это было 1 апреля не с тобой третий раз февраль со мной да февраль 2009 это могут подтвердить целый продол фактически весь отряд а Каримов слышал крики Каримов слышал ну вот это суде надо сказать а так так об этом мы поговорим что какие действия были с арт-двилькиным фейсбашингом после этого после этого избиения прошу когда меня водурили в камеру подошел с арт-двиль и в приказном порядке сказал что если я не напишу я в госполине который требуется сотрудникам фсб я в госполине из города москва то он меня просто напрасно зайдет за погромче да понял хорошо как руками я не мог даже шевельных из-за того что они были сделаны из-за того что руки вышли из-за того я не мог даже когда и данную левку вспоминной 4 февраля написал корин первым рамом корин передал для сотрудника через дежур по коридору то есть через сотрудников и круг какие-то действия колонии потом-то были то есть может быть вы получили какие-то послабления в режиме еще что-то или наоборот меня лишили всех передач меня лишили разрешения приобретать продукты питания меня в отверли в карцер сфабриковал документы сфабриковал документы о том что якобы я нападал на сотрудников ФКУ таким образом они как бы законным порядком отмазались от избиения что нанесли вам тяжкие телесные повреждения да они себя обезопасили по отдельным документам сфабрикованным они себя обезопасили вас лишили передачи и что-то я слышал могу и так еще какие-то поэтому понятно кто может из арестантов вы пересекались со многими подтвердить вот эти слова показания мне кажется многие слышали я вот например сам слышал от нескольких людей пройти эпизоду после побоев 4 февраля меня осмотрел фельдшер но он показал мне раздеться только до пояса то есть курка на теле только кровоподтеки от наручника остальное остальное все то что все побои которые были на ней и гематомы которые возникли кровавые гематомы которые возникли после побоев это не было внесено в документы то есть доктор фактически состоит в этой организованной преступной группировке под названием ИКВ-17 и сфабрикал документы можно так сказать рука рука то есть все это один коллектив одна банда других слов к этому подберешь еще небольшой такой вопрос с вашего позволения то есть получается вот конкретно конкретика об убийстве губернатора Цветкова а вот произведем суду где вы были осуждены за это убийство в 2012 году что следствие каких были доказательств следствие доказательства кроме лжесвидетельской яхки спорены больше ничего и не было единственное на чем основано следствие это на показаниях коз показания свидетелей с которым я даже не был знаком типа слышал от этого что этот что-то сделал там и так далее сплетен надо давать так секундочку Владимир Иванович, я тоже в полярном столе бывал, в принципе были с биетами и все такое. После вот этих моментов, после того, что вы написали в генеральную прокуратуру, в суды и после того, что вот сейчас мы с вами поговорим, вы понимаете, наверное, что в вашей судьбе, в вашей жизни грозит опасность, что это небезопасно. Что возможно будет вместе со стороны сотрудников администрации колонии и так далее. Вы это понимаете, что в принципе государство по-хорошему должно вам обеспечить защиту, защиту как свидетель. То есть, есть такое законодательство. Как правый человек, я осознаю меру той ответственности, о которой я сейчас говорю. И так же здраво, я понимаю, что у меня жизнь угрожает опасность. Насчет государства вы рассчитываете в поддержку? В поддержку нашего государства. Я не рассчитываю, так как она попирает закон. Наглым образом. Наглым образом попирает закон это же государство, которое написало эти законы. Вы правы. Единственное, остается вера, это в Господа, который поставил в суд, в СССР. Но, наверное, он на революцию. Наглым образом. Хочется верить. Хочется верить. Ладно, на этом пока ограничиться. Спасибо. Все, еще увидимся. Ну и надо проверить все. Как там, путем-не путем. СССР. 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 am dov'язаться на сонном сал GOPппи. Натально перемените в суде.